Москва, Бангкок, Паттайя Океан, Астропа Паттайя, Паттайя Чанлакун, Паттайя Всем привет, дорогие друзья! Наши приключения в Таиланде продолжаются Мне многие говорили про ночной базар Мы вчера на одном из них были Посмотреть толком не успели Все как-то бегом-бегом Сегодня посмотрим еще один ночной базар Который находится рядом с торговым центром фестиваль Это как чиркизон, послушай, запах такой Запах, ага, соответственно Есть такой, но раньше здесь народ где-то не было Ага, сейчас цены дороговатые, да, наверное? То ли цены дороговатые Что-то рубашечки, допустим, неплохие, мне кажется Хлопок, легкие А, это подделки под Армани, под Босс, под Хьюго Босс А там, наверное, местные, да? Ну и местные такие, но мы здесь особо, ты там покажи, что здесь вот есть Ну понятно, это мы идем просто сквозь него, нам надо пройти на другую сторону, да? А сразу мы выходим оттуда и сразу выходим на базар Ага, вот они, видишь, под Галакост Тут, кстати, многие из них по-русски очень хорошо говорят Ну потому что здесь, наверное, здесь, наверное, одни русские Вот босоножки, видите, 999 бат То есть это 2000 рублей такие босоножки стоят на наши деньги Вообще, я заметила, вот обувь, все, что касается там сансов Вот, кстати, как я купила Это, наверное, у них сеть такая, что ли, я не знаю То же самое Тоже стоимость точно такая же, как у меня А здесь тоже так же, как и в Турции Подделки под Томми Хайл Фигер Шорты, вон, распродажи 50% Чемодан, а сколько чемодан стоит посмотреть Ради интереса Самый большой чемодан 6000 на наши деньги, я говорю Самый маленький чемодан 4000 на наши деньги Здесь то же самое Мне говорят, что вы там по магазинам ходите Люди такие странные Мы целый день сегодня купались, отдыхали, загорали Наслаждались отдыхом Дальше наступает вечер Что вы делаете вечером? Расскажите мне, что вы делаете вот все вечером Идете в номер, отдыхаете? Мне неинтересно Мне интересно, я нахожусь в другой стране Мне интересно посмотреть О, 1490, смотрите, какие красивые Так, 1490 бат Я иногда заговариваюсь Подделки под бренды Под Бербери, да? Я так понимаю Видите, скидка 50% на все на это Такие вот сумочки Такие вот сумочки Даже сумочки С кошельком Сколько же такая сумочка стоит? 1690 То есть Ну, 1700 3 400 3 400 в рублях Ну, смотрите, какие симпатичные сумки Вот с таким кошельком Знаете, удивляет, что вроде бы такие вещи не дешевые Но здесь вот сделано все в форме такого рынка Вот идешь, один сплошной рынок Вот рубашечки за 590 бат Вот сквозь прошли мы Этот шоппинг-мол И получается там написано Централ шоппинг-аркад Ну, это центральный шоппинг Вот мы выходим Мне просто многие писали Ночной базар Мне интересно посмотреть Что представляет из себя Ночной базар Вот смотри, вчера мы на котором были Это самый большой Он только в том месте А, вчера это самый большой Ночной Это считается Найт-базар Который понедельник Ой, с пятницы по воскресенью Все остальное вокруг в Паттайе Это тоже все ночные базары Работают они с 6 до 24 Но там цены выше, чем тот, который по выходным А вот это фрукты мы здесь будем брать А вот это фрукты ты будешь брать домой здесь фрукты Мы сейчас здесь останавливаться пока не будем Да, чтобы с фруктами не ходить Мы перейдем сразу туда Мы пойдем сейчас посмотрим вещи Я просто думаю, может быть, взять Ваню там пару футболок Если сейчас что-то такое встретится В общем, ночной базар находится Вот это вот гостиница Хилтон Торговый дом, вот этот фестиваль Прямо напротив него находится ночной базар Все, пришли на ночной базар Что здесь есть? Что здесь можно купить? Можно купить вот такие вот чемоданчики С маленькими небольшими сумочками Это такие дорожные какие-то варианты 900 бат Мыло 4 штучки 100 бат Ну, они, знаете, вот чисто декоративные Для запаха, мне кажется, больше Чем нежели ими пользоваться Идем с вами дальше Платочки вот такие вот По 90 бат Чемоданы Большой чемодан Ну, как, средний Не самый большой 800 бат Это 1600 А средний 700 бат Я, конечно, не знаю, какого качества эти чемоданы Но цены здесь привлекательные А вот они, Ванины чемоданчики Которые он очень любит На колесиках Только они здесь немножко поменьше 1050 бат Это 2100 Такой чемодан стоит В Турции мы, по-моему, по 50 брали Если я не ошибаюсь Могу ошибиться Здесь, конечно, горы тайской косметики Горы, горы, горы Это у нас Вот это вот все масло кокосовое Это масло для массажа Как мне пояснили То есть это такие дешевые варианты То есть, допустим, для кожи Там для лица Они не особо подходят Вот это вот, видимо, крем От трещин на пятках 150 бат Такой стоит 300 рублей такой стоит, кстати 152, да, это 300 рублей Однотоптиши Вот это что-то крем для груди Здесь непонятно что Идемте с вами дальше Кстати, чемоданчики довольно-таки симпатичные Вот они точно такие же Здесь ингаляторы продаются для носа 70 бат стоит вот эта упаковка А в бикси я снимала Такая, по-моему, порядка 140 стоила А вот эти штучки А вот эти штучки В таких штучках подают бутылки пива А в бикси сколько стоило это А? В бикси дороже стоило Не в бикси, а перед бикси С дядькой? Да 180 бат Ну, не знаю, Оксана Они здесь, нет, они здесь вообще в принципе все хорошие Так, что-то маленькое такое в пузырьках Здесь кокосовое Масло, масло, наверное, кокосовое Это побольше кокосовое масло Здесь, в общем, кругом вот эта вот и косметика И сумки Точно так же В общем, здесь я бы сказала, что не менее интересно, чем в Турции Смотрите, как Сумочка И кошелечек вот такой вот Небольшой А сколько стоят, интересно, эти сумки? How much? How much this? На пальцах покажите 1100 Yes Без проблем Да нет, пока я пока Лук, лук, лук Дальше Синь 1100 2200 Такие сумочки стоят Слушайте, уже тоже тайцы учат русский язык Мне кажется, приедешь сюда Лет через пять, через десять Будет, как в Турции, уже все язык знать Вот, смотрите, сколько много тапочек Я имею ввиду босоножек Всевозможных Всевозможных босоножек Каких только нет Сколько такие стоят, интересно Сам что-то я не вижу Сам не вижу Вот такие вот все переливающиеся Все-все переливающиеся Мне кажется, они не особо удобные Хотя, может быть Вот это все отваливается Вот сколько я себе таких брала Вот эта вот наклеечка сверху Она отваливается Получается, что такие, знаете Босоножки Одноразовые Чисто на один сезон Но зато один сезон будете ходить и блестеть Сумочки вот такие вот Маленькие 660 бат, что ли Или это просто штрих-код Рынок огромный Вот такие вот футболки Но вот вчера мне рынок, где мы были Понравился больше Который на улице Т-Просит Возле Мола Потому что там прям, знаете как Здесь он более цивильный И цены здесь уже подороже По 390 бат А там были Цены прям вообще дешевые Ну Невозможно объять-необъять Игрушки Рынок большой Костюмы мужские Но здесь, знаете, вот Сразу видно, что Цены здесь не самые низкие Почему? Потому что Людей не так много Там, где низкие цены Там людей не протолкнуться А здесь людей немного Это вот все Для От загара Точнее Кофточки все Такие пляжные Покупают все От загара Вчера я видела Там на рынке 100 бат Такие стоили Здесь продаются Всевозможные Детские сумочки Я смотрю Для мальчиков Знаете, зачем? Телефон, допустим, положить Вот такая вот Небольшая сумочка Повесил И идешь 495 бат Такая стоит 495 бат Вот такая 295 бат Всего такая вот Поменьше Там Рюкзачков Очень много О, кстати Вон там рюкзаки Интересно Сейчас Подойти Посмотреть Сколько стоят Рюкзаки Здесь По 200 Распродажа Босонушки Сейчас посмотрим Здесь, смотрите Девчачьи Все Розовые Розовые Все девочки То все розовые А я иду, конечно К мальчишачьим Такие рюкзаки Детские Детские рюкзаки В упаковке Сколько Такой рюкзак Стоит 895 895 Ну, 900 1800 На наши деньги Получается Но это Очень много отделов Вот с такой одеждой Где продаются Вот какие-то такие Традиционные Восточные Юбки Штаны Ну, брюки Такие Легкие Платье Такого же плана Так, знаете К вечеру Язык не ворочается Что-то комментировать Ну, пока что Вот чего-то такого Необычного Интересного Я не увидела Я вижу только то, что Вот футболки Один в один Как в Турции Продаются Но они продаются Здесь Дешевле Собачка Какая-то Ценет Армани Футболка Адидас Футболка Томми Джинс И здесь, знаете Несмотря на то, что Это подделки Реплики Никто особо Не запрещает Не снимать Ничего Пожалуйста Ходите Снимайте Рассматривайте Здесь Очень красиво Продаются Вот эти Детские Костюмчики Футболочки Вот такие Вот Разноцветное 100 бат Это 200 рублей Такие вот Пляжные На пляж Когда едешь Оксана У меня раньше Очень много Таких привозила Ну Живание из них Из всех вырос Ну и в принципе Как бы ему Уже по возрасту По возрасту Уже не проходит На такие Такие костюмы А вот так вот Детям Можно привезти На пляж Милое дело Не сгорит Ребенок А будет То же самое В то же время В очень легкой одежде Ну и вот Такие вот Кстати тоже Неплохие Босоножечки 200 бат Такие 400 рублей Такие стоят Не знаю Насколько Надолго Их хватит Разные Вьетнамки Каких Каких только Нет Самое главное Они их Сделают Здесь Я думаю Что видео Наверное Видели Как я показывала Как я себе Покупала Прям при мне Она их Быстренько Раз 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 И сделала Многие Говорят Знаете Что Ой Подумаешь Там Это Шерпотреб Хлам Что там Вот За это Отдавать Деньги Ну Смотрите Какая Прелесть Вот У нас Такая Прелесть Будет Я не знаю Сколько Стоит А здесь 99 бат 99 бат Вот такие Классные Шорты На Девочку На Мальчика Можно Найти 200 Рубл А если Постараться Можно Еще Дешевле Найти То есть Ну Дети Очень Быстро Растут И там Переплачивать За одежду Считаю Смысла Нет Здесь Возможные Майки Но вот эти Майки Они здесь Везде Повсюду Одни И те же Там Распродажа По 100 Бат Ну Тоже По 200 Рублей Такие Вчера Обрал Они Футболки Это Футболки Из Плотного Из Плотного Такого Хлопка Знаете Такие Вот На зиму Ближе А вот Это Легкие Прям Совсем Майки По 100 Бат Сумки Все В блестках Все Блестит Все Сияет На все Вкусы На все Кошельки Спортивная Форма Такая На мальчиков Те Вот Такие Вот Какие Разноцветные Футболки Такие Необычные В общем Одна Стоит 250 Две Стоит 500 Три Стоит 700 Три Выгодно Покупать Четыре Стоит 900 И Пять Стоит 1000 То есть На 1000 Бат Можно Взять 5 Футболок Разных С Разными Рисунками Разноцветными Смотреть Хлопок Это Да Это Хлопок Кстати Веселенькие Такие Футболочки Смотрите Какие Оригинальные Майки Такие Майки Или платья Это платье Наверное Скорее всего На девочек Настроенных Платье Красиво Вообще Футболки Красивые Принты Не Не Футболки Платья Платья С очень Красивыми Принтами Такие Необычные Вот Они Видите Как Смотрятся На Манекене В общем Вышли Уже С рынка Честно Говоря Уже Что Я Как Все Магазины Здесь Которые Близлежащие Посмотрела Просто Ради Интереса Все Уже От них Подустало Идем На массаж Как всегда Сейчас Вечернее Законное Время Массажа Я Массаж Просто Обожаю Бильярд Играет Стайка Развлечение Такое Самое Главное Выгодно Встать И Чтобы Мужичок Подписываем Туда Будет Все В порядке Так А вот Это Хилтон Я вам Уже Говорила Отель Хилтон Напротив Но Еще Раз Говорю Если Ехать На Ночной Рынок То Только На Улицу Забыла Как Улица Называется Все Уже Идут Туплю Называется В общем Возле Мола Улица Возле Мола Подпишу Как Она Называется Тепразит Тепразит Улица Только Туда Я купила Жазминовые Духи Машину Для души Да Молодец Палочки Здесь Очень много Палочек Продается Не знаю Можно На какую Немки Лепучку Я буду Ехать А ты будешь Снимать И рассказывать Пахнет Или нет Хорошо Смотрите Централ Фестиваль Какой же Большой магазин Огромный Чего там Только нет А весь Верхний этаж Это все Еда Поэтому Кто говорит Там что Есть уличная Еда А есть вот такая Вот В торговых Центрах Еда Да В виде Бочоночков А я Вы слышите По голосу Я что-то уже Еле Сегодня Иду А впереди У нас еще Дискотека Волкин Не На дискотеку Я не пойду Однозначно Волкин стрит Может я еще Пройду После массажа А дискотеку У меня уже Сусил нету Ребят Вот честно Да мне честно говоря И Уолкин стрит На самом деле Это неинтересно Нет, нет, нет Еще острова Зато перед отъездом 6.30 подъем Нет Острова Вот я готова Острова Но Уолкин стрит Мне не интересует Этот разврат Ну зачем он мне нужен Мне противно От него От этого разврата Зрителям Я думаю Моим Он тоже вряд ли Нужен Этот Уолкин стрит Ну для чего Ну для чего Мне на этой улице Совершенно не понравилось Стоят девки обнаженные Пристают к мужикам Ну зачем мне Вот эти девки Обнаженные Нет, так ты же Для зрителей показываешь А зрителям моим Ну нужны они Ну те зрители разные Как мужчины Так и женщины Она говорит Что этот магазин Называется Паттайя Бьюти Что пока не было Разных сетевых Да, магазинов Это был Самый популярный Магазин Находится Паттайя Бьюти Их всего два В Паттайе Один где Волкин стрит Один здесь И раньше Здесь было Огромное количество Летей Пойдем посмотрим Цены Сравним Раз мы пришли Сюда погуляем А сейчас Раз никого нет Значит невыгодно Вэлла 489 Вот это маска С водорослами Здесь уже цены Немножко Ну как 169 Ну этих масок Оксана Их невозможно Купить Вот Ну я допустим Купила Сколько их можно Купить Невозможно же Увести все Вот это желтое По-моему Не знаю Похоже Та вроде С ананасом А это вот с яйцом Кстати 110 Да Вот это Я вот с ананасом Ее взяла Я не помню За сколько Ну мне кажется Так же цена и была 110 Я думаю Плюс-минус Получается Вот Вот эти маленькие Давай сравним Что ты помнишь На что ты помнишь Цены Вот я сейчас Помню точно Что мы были На Найт базаре И вот эти маски Там были По 80 бат На Найт базаре Вот такие маленькие Здесь они по 39 Так же они стоят И в том магазине То есть здесь хорошая Цена получается Вот эти 85 Так же вот Вот я покупала Вот эту маску Отличная маска Вот для себя Лично Вот это смотри По 99 Всего ничего Да 200 рублей Такие вот маски Пойдем дальше Посмотрим Вот смотри Вот эту маску Вот эту маску Тоже на популярность У пользователей Ну Нельзя снимать Ну Тут же запретили снимать Вот эти штучки Очень классные Ими можно удалять Макияж Для лица Это типа наших ваточек Таких А у них вот так Вот на пальчик Одеваешь Мочишь И у тебя Как этот получается Как массаж Лиц В то же время А это вот какие-то Тоже мыло Интересные Здесь все Интересно Конечно Но невозможно Привезти все Ну Хорошие Хочу сказать Здесь цены Только единственное Что видишь Перевода нет По-русски Непонятно А здесь так понятно Ну На с коллагеном Так А вот эти вот Маска Для лица Смотри Нет Это мыло Значит Получается Да Это наверное Весь отдел С мылом Здесь Получается Шампунчики Разные Много Ну Я еще Раз говорю Что Нельзя Объять Необъятное Бьюти Паттайя Тоже сказали Якобы Нельзя Снимать Но в общем Не знаю Немножко Поснимали Вам Цена Дороже Конечно А наоборот Вообще Супер Огромный Бикси Экстра Я представляю Если у нас Он такой Огромный Там все Есть Что же Здесь Еще Может быть Куда Уже Больше И в общем Оксана Вытащила меня Я упиралась Честно скажу Потому что Я не люблю Такие вещи Но ведь Как не быть В Таиланде И не увидеть Самую Известную Популярную Улицу Олкин стрит И в общем Соблазнили Меня Приехали Мы на Олкин стрит Идем С вами Посмотрим Что она Из себя Представляет Здесь Такое Оживление Тоже Магазины С сумками С разнообразными Впереди Светятся Фонари Народу Море народа Мы до сюда Доехали На тук-туке Боже мой Как же Перейти дорогу Продолжение следует А тут же полиция какая-то стоит. Какой развод? Кто это? Здесь же, смотрите, магазины Адидас, здесь же заведение, где покушать можно. Китайцы, как всегда, с флажками, группами передвигаются. Группами пришли на экскурсию. Мой ТНТ, мой, мой, мой ТНТ. Китайцы, как всегда, с флажками, группами передвигаются. Китайцы, как всегда, с флажками, группами передвигаются. Продает. Мужчина идет с самой маленькой камерой. Все-таки с телефоном палишься, идешь. Сразу видно, что ты снимаешь. А камера... Камеру тоже, в принципе, видно. Но телефон, он вообще бросается в глаза. Такая интересная улица. Здесь на фоне продаж разных тапочек. Чего она предлагает? Ну, это секс, представление. Один видит камеры, экраны убирают. Мышки. Идет активная торговля. Здесь меня украли. Деньги из кармана вытащили. Да? Поняли. Юра говорит, что у него здесь деньги из кармана вытащили. Сейчас тут сигареты. Сигареты будут тушить. Каждый год это все происходит. Каждый год это все происходит. А здесь из рук телефон не могут выхватить? Все могут. Толпа такая, что только держись. Праздник жизни такой, знаете? Индусы такой. Субтитры сделал DimaTorzok